например вот это звучат не пчелы а вот это не голуби и вообще даже не птицы ну тут жиденькая такая битва теперь нам нужны звуки а программа сама просчитать все изменения в нюансах профессионалы звуковых эффектов знают один инструмент который управляет одновременно тысячами звуков оживляя грандиозные зрелищные сцены он помогает прочувствовать масштаб происходящего создает иллюзии и к тому же экономит время привет манипулировать звуками можно по-разному но инструментов с оригинальным подходом не так много sound particles это один из них и сегодня мы глянем как с ним работать погнали sound particles позволяет создавать звуки для массовых объектов или событий а также для одиночных интересных звуковых эффектов для тех кому не знаком я сначала кратко объясню что это такое это флагманский продукт от одноименной португальской компании sound particles на сайте разработчиков указаны фильмы сериалы и игры где он был использован и это лишь малая часть а чтобы понять его суть зайдем с другой стороны в мире компьютерной графики есть понятие particle system система частиц простыми словами когда надо создать скажем дым песчинки на ветру или что-то из множества элементов системе ставится задача например создай миллион дождинок и она создаст его с любыми заданными параметрами то есть человеку не приходится вручную рисовать каждый крошечный элемент так вот ну на фонсика основатель компании sound particles будучи профессором в двух университетах применил эту идею к звуку в общем sound particles это как компьютерная графика как cgi но для звука мне удалось пообщаться с представителем компании тони джой любезно терпел мои вопросы объясняя как это работает и на что она способна например сымитировать оживленную городскую толпу из нескольких сэмплов или землетрясения с бьющимися со всех сторон стеклами или огромное поле с военными действиями так эти примеры созданы найдете потом на канале разработчиков а мы попробуем сами и так sound particles это не плагин а отдельная программа разработчики называют special audio workstation то есть цифровая рабочая станция но конкретно для саунд дизайна и работы с пространственным звуком но сначала откроется другое окно там вот логин и пароль и предложение попробовать trial версию trial конечно с ограничениями не использовать коммерческих и публичных проектах а при экспорте качество звука будет снижен и добавлен водяной знак но экспериментировать и использовать вообще все функции можно бесплатно неограниченное время и так нам сразу предлагаются шаблоны по примерам до и после можно понять что произойдет со звуком или каких движений этот шаблон подойдет мы начнем с чистого листа а тут выбирается тип микрофона отличие sound particles от рабочих станций типа pro tools nuendo и других в независимости от формата конфигурацию звука которая нам нужна моно стерео и так далее можно выбрать в любой момент допустим мы пока еще не знаем что нам пригодится уберем и нажмем ok и вот перед нами трехмерное пространство можно поворачивать и масштабировать это вид сверху можно менять здесь можем добавить ауди дорожку и поместить звук где угодно в 3d но основными инструментом являются группа и эмиттер в чем разница эмиттер создает частицы последовательно пусть появляется пять частиц в секунду в течение пяти секунд получится 25 штук жму пробел частицы могут разбрасываться по панораме либо вылетать из одной точки это настраивается но суть в поочередном появлении удалим пока а группа включать звуки одновременно все сразу одновременно сто штук тысячу максимум сто тысяч такая фигура получается можно менять она может быть плоской либо объемной можно перемещать в любую сторону даже по вертикали это же 3d а размеры настраиваются это все влияет на результат а каждая точка это отдельный звук в пространстве чем мне очень нравится эта программа сюда можно загрузить видео причем даже не целиком а фрагмент указав нужные секунды так работать гораздо удобнее и нагляднее давайте озвучим его первый пример покажу подробно как для новичков так дальше все будет понятнее и так для этого примера пусть будет прямоугольник с размерами скажем по полторы тысячи метров то есть квадрат и 500 частиц теперь нам нужны звуки и так звуки есть в группе вот тут и жмем плюс и находим их на своем компьютере либо просто перетаскиваем вот сюда жмем play и либо пробел тишина а все потому что нужно обозначить как мы будем этот звук воспринимать для этого и нужен микрофон появился такой стерео микрофон его тоже можно перемещать и по-разному крутить и теперь жму play либо можно нажать render до звуки размножились но прозвучали одновременно а будь это эмиттер то мы слышали бы их один за другим по очереди ни то ни другое мне сейчас не подходит sound particles раскрывается если использовать модификаторы для движения частиц и для аудио например мы можем добавить модификатор random delay так звуки будут воспроизводиться через случайные промежутки времени пусть это происходит 30 секунд уже что-то а можно рандомизировать гейн так будет случайно меняться громкость звуков от обычной до сниженной на 12 децибел пусть еще меняется высота тона скажем на пять с полутонов вверх и вниз при этом звуки будут сжиматься и растягиваться все это даст дополнительное разнообразие я бы еще добавил голоса продублирую группу чтобы скопировать настройки только сделаю частиц поменьше и удалю все звуки sound particles совместим со звуковыми каталогизаторами например с explorer от того же разработчиком или саундли просто выделяю нужное и перетаскиваем смотрим ну тут жиденькая такая битва это видео со стока добавим к частиц и попробуем замес поэнергичнее получился подходящий фон для подобных сцен можно еще поиграть с настройками и добавить точечные акценты целом так и работает sound particles можно ли вручную сделать то же самое такое количество звуков их панорамы доплер и аттенюации можно это лишь вопрос времени и устойчивости нервной системы в случае правок а так я могу заменить любой слой программа все учитывает сама и мы получим совершенно новый звук и есть еще кое-что если использовать модификаторы движения то частицы начнут двигаться в любом направлении под углом и даже вращаться это простейший способ озвучить такие тайм-лапсы здесь несколько в уши шагов и голоса так тайм-лапсы оживают кстати в плане рандомизации мы задели только поверхность а вот что в глубине здесь настраиваем как будет работать рандомизация сейчас мы настраиваем рэндом дилейс но это касается всех модификаторов тут законно распределение например простое линейное можно настроить каких значений будет больше или меньше так шаги посыпется градом а если выбрать дискретное распределение то начнут маршировать можно экспериментировать дальше пусть они немного шевелятся и добавим других призвуков и уже годится для таких вещей это сделано из звука только одной пары обуви а можно несколько и потом делать например нечто такое если бюджеты не позволяют записать настоящих людей а еще можно заставить звучать только кусочки от сэмплов их длина будет случайной а если еще автоматизировать высоту тона тогда даже если имеется только пара сэмплов они не будут звучать повторяющимися и можно получать бесконечно длинную однородную звуковую текстуру а потом подобные текстуры могут использоваться при создании других звуков в дальнейшей обработке и даже для звуковых иллюзий например вот это звучат не пчелы а вот что а вот это не голуби и вообще даже не птицы я только размножил эти звуки и задал вектор движения кстати я уже упомянул мы можем автоматизировать большинство параметров например здесь видите оранжевые точки автоматически меняется количество частиц и громкости сначала их немного а в нужный момент все возрастает и идет на плавный спад и более того насчет автоматизации еще пример спортивная машина несется по туннелю и и окружают какие-то световые я их назвал трейсеры к тому же камера постоянно меняет положение sound particles позволяет автоматизировать даже положение микрофона представим что звук записывается камерой остается только добавить звук машины и частиц но для них я записал разные стеклянные и металлические предметы на самом деле я уже показывал как это звучит в своих соцсетях тем кто не видел покажу снова по слоям но чуть позже и перед этим расскажу как sound particles был полезен мне в реальных коммерческих проектов не так давно я сначала испытал его озвучивая видео для конференции react summit us проходивший в джерси-сити в планетаре дженнифер челсти со звуком формате surround 51 в этом видео был момент с поворотом галактики с множеством деталей я взял звук ветра разбил на гранулы и закрутил вокруг головы с раунди такой эффект впечатляет погружением и я взял его на заметку потому что потенциал sound particles расцветает в проектах с объемным звуком ведь можно записывать звуки различными микрофонами будь то стерео причем тоже разные ambisonics вплоть до шестого порядка и мультиканальные где можно настроить конфигурацию колонок не только surround но и иммерсивные форматы типа атмос и макс и аура 3д чуть позже мне также повезло делать сам дизайн и сведение в 5.1 новому видео для московского планетария и тут с помощью sound particles я солнечным ветром врывался на поверхность меркурия закручивал вихри создавая юпитер зажигал свет марсианской цивилизации спускался сквозь плотные облака венеры где облака эта ткань открывал портал в прошлое обрушивал дождь из кристаллов с неба нептуна эти и другие эффекты в сочетании с шикарной музыкой по возможности послушайте в объемном звуке в московском планетарии в полнокупольном фильме планеты солнечной системы теперь все созданные модели можно ведь использовать и в других проектах где будут подобные движения заменю звуки подкорректирую настройки а программа сама просчитать все изменения в нюансах думаю теперь вам понятнее как реализованы многие масштабные звуковые эффекты можете пересматривать любимые фильмы анализировать и угадывать где мог быть использован sound particles или где бы он точно пригодился не все возможности я упомянул можно импортировать сиджая формате fbx для привязки звуков к объектам так с изменениями в ролике будет автоматически меняться в панорамирование доплер и все что нужно есть поддержка vr-видео 360 градусов и другие модификаторы которых я не сказал попробуйте сами используйте свое воображение создавайте более сложной системы а при необходимости для коммерческих проектов можно купить подписку или постоянную лицензию какие еще инструменты для соундизайна вы знаете которым незаслуженно мало внимания напишите в комментариях по изучаем вместе ну и на это все всем сочного звука пока а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok